Тёмные туманности более нас интересуют, как я уже говорил, смысл тёмной туманности, что она поглощает свет и они довольно такие чёрные. Вот картинки, там известны ещё туманности, укольный мешок, конская голова и так далее. По тем формам, которые они напоминают разным астрономам, они их, значит, и обозначают их. Как раз в тёмных туманностях рождаются звёзды, почему они нам интересны, и там больше всего вещества, потому что светлые туманности, там они горячие, и вещество до ионов распадается, а в тёмных есть какие-то химические вещества, такие нам более-менее знакомые, типа аммиака и так далее. Как уже говорил, известно, довольно недавно, ещё в прошлом веке, хотя их длительно путали с галактиками, в 19 веке составили каталог уже тёмных, в 19-м году, в 1919 году каталог тёмных туманностей первый, там было 182 объекта, в 1960 году уже около 2000 было известно тёмных туманностей, сейчас мне неизвестно, сколько, но много их постоянно открывают. Вроде бы недавно, кстати, открыли самые первые звёзды, которые 350 миллионов лет назад зажглись, поскольку звёзды из туманностей, вероятно, если там открыли туманности, то они тоже самые древние будут. Они могут быть очень большие, вещества там очень много, но оно рассеяно, то есть большие туманности имеют массу 10 в 60-й степени масс Солнца, то есть там хватит на 10 в 60-й степени наших Солнцев. Вещества, то есть вещества очень много в галактике. Диаметр до 200 парсек может быть, то есть тоже плохо, во много-много-много раз больше нашей Солнечной системы, плохо нам даже представить такие огромные туманности. Но бывают маленькие туманности глобулы бока, они меньше 1 парсека, и масса где-то у них будет 2000 солнечных масс. Глобулы, они такие довольно плотные, они имеют резкие, чёткие границы, в связи с тем, что у них достаточно высокая масса вещества. Могут быть сравнительно небольшие, где-то 100 солнечных масс, и с концентрацией вещества довольно плотные. Если будет промышленная разработка туманностей, то, видимо, с глобул начнут, потому что там вещество более-менее концентрировано. В туманностях может быть волокнистая структура, вот эти все их изгибы объясняются обычно магнитными волнами, и с внутренней структурой тоже, то есть вещество по воздействию магнитных волн огромных, оно там выстраивается. Но, в принципе, структуру, да, они имеют, и довольно обычно закрученные глобулы выглядят как шарик, чёрный с чёткими границами. Они, как правило, холодные, тёмные, туманности, температура не больше 100 кельвинов, то есть 100 градусов от абсолютного нуля, поэтому активных каких-то химических реакций там не происходит, крайне малая вероятность существования жизни в таких условиях, но там могут иметься вещества, которые могут использоваться жизнью, то есть органика там есть, да, она совсем обнаружена сравнительно. У тёмных туманностей межзвёздное поглощение наблюдается, может быть, большое, имеется в виду, что они поглощают электромагнитное излучение, искажают тем самым данные, поэтому этим очень интересуются, и относительно вот этих тёмных туманностей много рассчитывают вот эту степень поглощения, по поглощению оценивают плотность туманности и так далее. Некоторые бывают довольно плотные, предполагается, что в плотных туманностях, которые интенсивно поглощают межзвёздные все вот эти излучения, там как раз и образуются звёзды, но пока что это предположение. Несмотря на то, что они массивные, 99% массы водородов. Как я уже говорил, у нас когда вещество возникало, возникал в основном водород и гелий, всё остальное очень мало, и дальше уже просто звёзды перерабатывали водород и гелий на что-то более тяжёлое. Причём водород как раз со светом не взаимодействует практически, поэтому водород не наблюдается. А вот то чёрное, что мы наблюдаем, это то, что там тяжелее водорода, и его там сравнительно мало. Там могут быть отдельные пылинки, которые, скорее всего, состоят из замёрзшего азота и оксида углерода. То есть, на самом деле, состав этих пылинок близок, это те же вещества, что у нас в основном в нашей атмосфере. Так мы тоже из туманности возникли. То есть, там тоже азот и оксид углерода. Но также там зафиксирован гелий. Вот, скорее всего, именно азот и оксид углерода, они черноту создают. Причём это какие-то вот крупинки замёрзшие. Их очень много, она огромное пространство, поэтому они чёрные, поглощают свет. Есть ангелий, аммиак, формальгидит, органика небольшая. Ну, вот всё, что можно об этих чёрных туманностях пока сказать. Продолжение следует...